Теперь к другим темам. Экологическая катастрофа или крик природы. На один день верхнее озеро оказалось сплошь покрыто мертвой рыбой. К нам в редакцию обратились местные жители. По их словам, территория озера была уже заполнена месяц назад мертвыми утками. Теперь же не выдержали и подводные жители. Почему вдруг фауна города стала вымирать прямо на глазах, узнавала Кристина Булыцына. Это видео сделали очевидцы. На нем видно, как из трубы прямо в озеро сливаются отходы. А это уже кадры сделаны нашей съемочной группой. 1 августа часть озера была заполнена мертвой рыбой. Часть была на поверхность в поисках воздуха. По словам Ярослава, местные жительницы, именно сточные воды виноваты в смерти подводных обитателей. Вот где ручей впадает в озеро, там просто уже слой нанес ила, грязного причем, там и мусор, и все. То есть вот когда такой дождь, именно как сегодня, да, происходит, видно, слив со всего, вот как вдоль ручья, все это идет в наше озеро. И видно, из-за этого кислорода в воде стало меньше. И как утверждают жители, озеро уже не в состоянии самоочищаться. Поэтому в жаркую погоду рядом с ним просто невозможно находиться. В жаркую погоду озеро источает зловомный запах. И такой вот цвет, оно получается, знаете, такой серовато-зеленое. И вот слышно, видно даже, как вот эти вот пузырьки идут. То есть озеро гниет. Но чистится озеро очень таким, знаете, каким, я не знаю, древним способом. То есть два где-то человека одевают резиновые костюмы, бьют в руки сачки. И вот этими сачками они вылавливают то, что там озеро они могут достать. Сейчас верхнее озеро выглядит точно так же, как и всегда. Но по словам местных жителей, еще вчера здесь сплыла мертвая рыба. И как они утверждают, это уже не в первый раз. То, что отходы в озеро сбрасываются уже не в первый раз, уверена экологическая организация. И смерть рыбы вовсе не сезонное явление. Из трубы большого диаметра сбрасываются нечистоты. Нечистоты сбрасываются постоянно. Эти сбросы услугляют процесс эстрификации, который там происходит. Количество кислорода содержания его в воде уменьшается. И элементарно даже от недостатка кислорода рыба может гибнуть в определенных местах. Кроме того, я не исключаю, что могут сбрасываться в том числе и какие-то вредные вещества. Верхнее озеро уже не раз и конструировали. И в очередной раз на благораживание территории было выделено 1 миллион рублей. И как надеются местные жители, на этот раз озеро все-таки приведут в надлежащий вид. Кристина Богоцена, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город.